Ты всех ребят покажи. Это на Ксюша просится. Сходи к этой. Галя, сходи. Они уже ко мне сколько раз подходят. А куда они пошли, Игнатьич? А где они пошли? Вон они. Ну это пошли я, как Ксюша. Ну пусть они сами-то сходят. Куда они пошли-то? Ну по обитанию, наверное, так. Ну куда пошли-то? В другую сторону. Я думал, с тобой пойду. Сходи. А посуда? Теть Варя оставит. Никуда не денется, Галенька, иди. Ладно. Крики им, чтобы вас вновили. Да я их догоню, вспомнил. Баба у Ксюши приехала. Она в деревне жить хочет. Ну и спрашивает, можно ли они? Я говорю, да ты с подругами-то поговори. У бабы там заросло все в огороде-то. Да и пополите там. Ну и они сейчас пошли. А я веники тут делаю. Ребята попросили с ножами, но я сказал аккуратно. Смотрите, смотри только от себя ножом. Так, чтобы до себя ножом идти нужно. Аня, подожди. Ага, давай. Видишь как? Вот Арсений. Он мужиком будет. Настоящим кормильцем. Если будет работать, хорошо. Да иди писать не можем. О, видишь, как здорово. У меня скользит, у меня не получается. Послание домой напишешь. Паша, Казахстан. У меня вон скользит, смотрите. Ура! Не прошу. Не ура, а слава богу. Паша, приучись славить Господа. А не просто тут. Это быстро сделаем. Тихо, аккуратнее. Ну, так всегда. Вон, видите, перекручивается. А это надо как-то ее между этими вставить. Я пытаюсь, а не получается. Может, не смою? Потом, попозже. Шарик, да че это? На кого ты, на кого? На кого? Ого. Сейчас посмотрим, кто у нас там еще работает. Вот, Ваня, дробот. Тоже робит. Вот, Никита. Вот, брат Виктор тоже. Как дела есть. Вот у нас тут Ваня тоже. Почти жарить, ошкурил. Вот так вот все трудится. У меня не получается перевернуть, она прокручивает. Ты одной рукой. Ты ее знаешь, как это, Паша? Вот так вот положи, вот вдоль этих. Между двумя рогами. Я ее поднять не могу. А что ты ее не поднимешь? Тяжело. Да когда тяжело? Паша говорит, у него прокручивается, жерть не может удержать. Она у него прокручивается. Ну как-то заложи между рожками ее. Видите, заложи между рожками. Убери вот эту жерть-то. Зачем она лежит-то? Это он чистить? Убери вот эту жерть. А, вот эту? Там носки какие-то. Теперь протяни его между рожками-то. Вот и все. Ты это, положи ножик-то отдельно. Положи его там. Убери эту жердягу опять. Видите, ну уберите жерди. Он на ней крутит, и вы кого-то не видите. Убери ее совсем. С армату такую положили. Вот, теперь он пусть там делает. А то и на две положить. Что-то у меня тут топорик надо будет. Ну ладно. Тут еще другие сидят, отдыхают. И что-то Тимофей нарисовал. Что это значит? Это я фрущ нарисовал. Фрущ нарисовал? Да. В море. В море? Да. Интересно. Интересно. Что, овечку? Да. Овечка. Ах ты, вот это вот тебе, смотри-ка, похоже на овечку. Угу. Похоже. Вик Николаевич. Наш художник тут юный появился. Что это он там рисует? Покажи Вику Николаевичу-то. Фрущ нарисовал. Так, Андрюша, ты иди там, две палатки возьми. Веников будет. Дай папку сюда. Давай. Теперь только думать надо, кому подарить. Вот. А когда обрубим, посмотри, какие они. Я только сделал уже пять-шесть штук. Вот. Как на продажу. Вот они, венички. Ребята тут не оборбрали кое-где. Ну, маленькие. Вот. Так это не продажные. Подарочные. Как это? Заключенный продает. Папочки сшил. Да вот так вот. Вот. Прохорят там мои. Так и я с этими вениками. Ааа. Самое то, что надо. На, попарься. Ну-ка. Давай. Попарься сам. Давай. О, у тебя Моша получается так. Он пропарится. У него ни позвоночник не будет болеть, ничего. Ваня все поправит. А тут вот, видишь, он делает. И как я отдирает кору, говорит, домой писать буду на ней. Это же замечательно. Все. Слава Богу. Что там еще делает? Это что, Паша? Ты всех пройди, посмотри. Я просмотрел уже. Ну, все, тогда. Поважай работать. Спасибо.